Необычный город недалеко от Одессы, Белгород или по-старому Акерман манит гостей со всей страны своей захватывающей историей, подтверждение которой осуществляется благодаря величественной крепости, надежные стены которой и сегодня способны защитить территорию от внезапной атаки. Руины античного города Тиры раскопаны археологами у самых стен Акерманской крепости. Древний город на берегу лимана в устье реки Тирос Днестр был основан в VI веке до н.э. переселенцами из греческого Милета, а в III веке до н.э. достиг наибольшего расцвета. Основными занятиями жителей Тиры было земледелие, виноградарство, ремесла, рыболовство, торговля с коренным населением Приднестровья. Город чеканил собственную серебряную монету. Во второй половине III века был разрушен готами. На руинах вскоре возникло поселение славянских племен, затем Генуэзская крепость. Археологические раскопки Тиры ведутся с 1900 года и по сей день. Белгороднестровская крепость – памятник истории и градостроительства XIII-XV столетия. Является одной из наиболее сохранившихся на территории Украины. Своими размерами она превосходит все подобные фортификационные сооружения страны. Общая площадь территории – 9 вектаров. Крепость лежит на скалистом берегу Днестровского лимана, имеет вид неправильного многоугольника. Состоит из четырех дворов, каждый из которых имел специфическое назначение и мог самостоятельно вести оборону. В настоящее время сохранилось только три крепостных двора. Все крепостные строения обнесены прочными стенами, протяженность которых достигает 2,5 километра. Через 40-45 метров были встроены крепостные башни и бастионы. Первоначально их было 34. 12 из них являлись полыми боевыми башнями, остальные – бастионы и полубастионы. Средневековая крепость, которая строилась в период болгарского государства, неоднократно подвергалась нападению. В 15 веке гарнизон трижды отразил попытки Османской империи захватить эту твердыню. И только в 1484 году предавшие народ старейшины города преподнесли султану Боязиду II символические ключи от города и крепости. В течение трех веков Акерман входил в состав султанской Турции. Кроме того, сюда совершали военные походы казачьи отряды. С историей города связаны три русско-турецкие войны. В 1832 году Акерманская крепость упразднена как военный объект. В 1963-м внесена в список памятников архитектуры, которые находятся под охраной государства. С 1 июля 2011 года к управлению Белгороднестровской средневековой крепостью приступило руководство областного коммунального предприятия «Фортетя». Благодаря Самойловой Татьяне Львовне, кандидату исторических наук, заведующей отделом археологии Северо-Западного Причерноморья, был составлен договор о совместном изучении акватории Днестровского лимана у берегов городища Античной Тиры и Средневекового Белгорода. Дайверы военно-исторического клуба «Андреевский флаг» выехали в сентябре на первые подводные раскопки, так как, по предположению археологов, подъем воды в Днестровском лимане мог затопить значительную часть древнего городища Тиры. Изначально клуб «Андреевский флаг» хотел выехать группой на клубном большом катере «Импульс» длиной 17 метров, но так как глубина Днестровского лимана незначительна, а возле берега вообще меньше метра, дайверы приняли решение выехать маленькой группой на машине для первых разведочных погружений. Во время поисковых работ к дайверам присоединилась младший научный сотрудник отдела археологии Северо-Западного Причерноморья Украины Анна Леонова, чтобы своевременно и на месте работ дать научную консультацию по найденным находкам. Совпадает? Пока что по двум координатам мы ничего не определим. Два метра с половиной обеды прокопали яму. Результатов пока что не будет. На самом деле мы очень рады, что сейчас вот у нас сотрудничество с вашим клубом. До сих пор в Тирине проводились много исследований, связанные с подводной археологией. Очень надеемся, что результат, который будет получен в результате этих работ, найдет определенный сфер. Раскопки проводились в районе портового двора и башни-сокровищницы на глубине от 130 до 80 сантиметров. Вот очередная точка нашего исследования показала, что ну нету тут пока что результата такого хорошего. Нашли обломочки, маленькие керамики, но это ни о чем не говорит, что здесь было поселение или что-то торговое, какая-то структура работала. Но будем надеяться на лучшее. В данном случае мы от крепости где-то метров на 400 находимся. По всем данным должно бы здесь что-то быть. Да, Валентин? Да. Вот и Валентин говорит, что да. К сожалению, на следующий день погода испортилась. Дул сильный ветер, накрапывал дождь, на лимане поднялись сильные волны и вода стала совсем грязной. Посовещавшись, дайверы решили отложить погружение до обеда в надежде, что ветер утихнет, а с обеда продолжит шурфовку дна. В первый день работ было размыто 4 шурфа воронкообразного типа с верхним диаметром 1,5 метра, нижним 50 сантиметров и глубиной до 2,5 метров. Грунт, в основном песок с мелкой ракушкой, отсасывали специальным приспособлением гидролопатой и просеивали через мелкоячеистую сетку. С разрешения научного сотрудника и заведующей экскурсионным отделом коммунального предприятия фортетия Феодосеевой Тины Михауны в сопровождении Анны Леоновой дайвера Андреевского флага стали осматривать старинную крепость. Ведь грамотная консультация младшего научного сотрудника по разным объектам крепости заставляет по-другому взглянуть на каменные молчаливые древние стены. Поднявшись на теперь уже разрушенную и ставшую смотровой площадкой башню, дайверам предоставилась возможность увидеть всю панораму крепости. Крепость обладает статусом памятника национального значения. Построена на месте античного города Тира с трех сторон окружена рвом шириной 10-12 метров и первоначальной глубиной до 14 метров. С севера омываются водами Днестровского лимана. Общая длина стен более 2 километров. Высота стены башен от 5 до 15 метров. Толщина от 80 сантиметров до 5 метров. Цитадель – наиболее важная и укрепленная часть крепости. Здесь размещался комендант и офицеры гарнизона. Хранился арсенал и казна. В темнице содержались узники. Она была построена во второй половине 13 века генуэзцами и является наиболее древней постройкой в крепости. Мощные оборонительные стены толщиной до 5 метров и высотой около 15 метров. Именно здесь, в 1789 году, комендант турецкого гарнизона передал ключи от крепости Кутузову. В башнях сохранились щелевые бойницы. Все надежды на то, что ветер стихнет, не оправдались. Но дайверы Андреевского флага не боятся трудностей и не отступают от намеченной цели. Ведь не зря же они ехали сюда за десятки километров из Ильичевска. Опыт в подводно-археологических раскопках у Андреевского флага большой. Дайверы участвовали в подводных раскопках в древнегреческой Оливии, Акре и раскопки проводились, несмотря ни на какую погоду. Копать в такую погоду на мелкой глубине сложнее и опаснее. Песок быстро засыпает вырытую яму. И если глубина шурфа достигает 2,5 метров, то дайвера может там и присыпать. За два дня разработок на дне было сделано 6 шурфов. Общее время, проведенное под водой, около 4 часов. Дайверы определили уровень залегания культурного слоя в 1,5-2 метра от донного грунта. Нашли мелкие фрагменты тонкостенной керамической посуды и особую находку, которая вызвала интерес у археологов и научных сотрудников коммунального предприятия «Фортетя» – ручку от амфоры с очень хорошо сохранившимся клеймом. Я являюсь заведующей экскурсионного отдела коммунального предприятия «Фортетя». Надо сказать, что и крепость, и античную Тиру изучали уже долгое время. Первые исследования проводил профессор Новороссийского университета Эрнст Романович Фунштерн. В сентябре 2012 году уже третий раз исследователи спускаются под воду. Подводные исследования проводились силами военно-исторической организации «Андреевский флаг». И я думаю, что подобные действия, подобные исследования будут проводиться еще неоднократно. Изболиводняты довольно интересные экспонаты античного периода, в том числе, между прочим, и клеймо на ручки костной амфоры. В таких амфорах сюда, в Нижнее Приднестровье, привозилось вино и оливковое масло. В таких амфорах здесь местные жители хранили зерно, хранили сыпучие тела, ну, тоже вино хранили. То есть это довольно интересные находки. «Антbeat Продолжение следует...